Шалом, меня зовут Сара. Я обучаю детей Танаху. Самая родом с Украины, с юго-востока Украины, с города Мелитополя. Хотя уже долгое время живу в Европе и работаю онлайн. И так получилось, что зимой, в начале зимы, я решила поехать проведать своих родителей в Мелитополь. И 24 февраля застала меня там. Я продолжала работать онлайн, но были такие ситуации, когда новые хозяева города, оккупанты, отключали интернет в наказание за то, что мы, жители города, участвовали в демонстрациях против российских оккупантов. Я старалась поддерживать связь со своими учениками. Я старалась работать в любых обстоятельствах, хотя это было очень сложно. И все мы были в шоке. В шоке от того, что в течение буквально нескольких дней наш город находится в 70 километрах от Крыма. И русские пришли в первый день войны вечером. Мы как бы... Мало кто вообще успел понять, что произошло. Мало кто успел уехать. И потом, в течение месяца, город было покинуть невозможно. Мы были как в тюрьме. Если кто-то с кем-то договаривался, выезжал, машины расстреливали танки. И мне приходилось работать в таких условиях. Я работала. И была такая ситуация, что прямо во время моих занятий с детьми оккупанты отключили полностью весь интернет в городе и отключили мобильную связь. И так происходило неоднократно. Но эта работа, может быть, привела к тому, что я не сошла с ума в этом ужасе. Может быть, эти занятия нужны были прежде всего мне. Чтобы помнить о Всевышнем, чтобы помнить о Торе. И, конечно, эти занятия были нужны нашим детям. Как знак того, что жизнь продолжается. Что все будет хорошо. Что Всевышний с нами. И что Тору нужно учить в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Что это основа нашей жизни. Что это источник нашей жизни. Но жизнь поменялась. Поменялось все радикально. Поменялась не только жизнь в Украине, поменялась жизнь в мире. Уже три месяца происходят страшные вещи. И нам в этой ситуации очень-очень важна помощь и поддержка. Потому что сложно. Сложно выставить, прежде всего, психически. Сложно идти вперед. И еще сложнее, когда нет поддержки. Она нужна. И мы хотим работать вопреки всему. Вопреки всем трудностям. Потому что для других это будет знаком победы Всевышнего. Его царства, Его силы, Его красоты. И было бы здорово, чтобы вы бы нас в этом поддержали. Думаю, будем благодарны не только мы, не только наши дети. Но и там тот, кто наверху. Кто заботится о нас. Кто хочет, чтобы мы изменялись к лучшему. И, как мы знаем, это чудесный метод. Прежде всего, изменить себя к лучшему. Помогите нам, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.